Анастасия Торская из Рубцовска сейчас находится дома. Но недавно добровольцы и полиция по всему краю занимались ее поиском. Сейчас ищут парней постарше – Андрея Козазаева и Илью Албатовского, обоим по 18. В основном, если ситуация не носит криминальный характер, поводом исчезновения становится самовольный уход из дома. Мы начинаем выяснять о том, что родители абсолютно не знают своего ребенка. Не знают его круг общения, не знают интересы, не знают, чем он увлекается, с кем общается, где гуляет. Причиной могут стать банальные семейные конфликты и недопонимания. Предотвратить их можно, если родители будут прислушиваться к своим детям, говорят психологи. А те, в свою очередь, полагаться на их поддержку. Ребенок протестует против каких-то семейных моментов. Или в том, что он боится потревожить родителей, боится их огорчить, боится наказания, боится последствий каких-то своих поступков. Первый пропавший из тех, кого до сих пор не нашли – 35-летний Алексей Рябцев из Новоалтайска. Вечером 12 декабря он вышел из дома и не вернулся. С собой у него были только ключи и немного денег. Последнее место, где видели Алексея – здесь, в районе ВРЗ. Кроме него исчез и до сих пор не найден 36-летний бар на улице Владимир Чебаков. А с начала 2019-го до сих пор ищут жительницу краевой столицы Татьяну Рукавишникову, Владимира Иванова из Шилоболихинского района и Владимира Шевченко из Рубцовска. Сотрудники Следственного комитета отмечают – процент ненайденных крайне мал. Взрослые люди чаще всего со временем все же дают о себе знать. Есть же люди, которые употребляют спиртными напитками, для которых уйти из дома – это как бы нормально. И не задумывая об этом своих близких, если отсутствуют совсем близкие, хотя бы каких-то дальних родственников. Кто-то уезжает на заработки, не задумывает. У кого-то действительно произошел конфликт и решил не продолжать с кем-то отношения. Следователи подчеркивают – участившиеся сообщения об исчезновении людей – не повод думать, что пропадать стали чаще. Ажиотаж создают социальные сети и нередко вместе с ориентировками рассылаются недостоверные сведения. Например, в прошлом году в управление поступило 5410 заявлений о пропаже жителей края. И лишь каждый третий случай потребовал процессуальных действий. В регионе все еще остаются ненайденными несколько десятков человек. И искать их должны до результата. Ирина Харитон, Николай Шелков, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. Наши новости.